Погода как в фильме жмурки И ноги еще в Европе не предвидятся Пока Так же как и в жмурках Хотя кто знает Сегодня едем в Патурск Дорогие друзья Наконец в круизное путешествие На электропоезде Конечно не такой он вонючий Как в Самаре бывали Но тем не менее Едем за контентом Сейчас должен к нам подсесить электричку Миша Дичи Он уже уехал Сегодня у нас контент про топ-дог Вновь дорогие друзья Много получили респектов от зрителей топ-дога От ребят От участников И едем сегодня освещать еще одного Знакомиться в Подольск Практически в провинцию Субтитры сделал DimaTorzok Как-то раз бывал я здесь в Подольске Последний раз Первый и последний раз по-моему ЦСКА Спартак играли И совершенно случайно ехал здесь Мимо Подольска И здесь совершенно случайно По определенному каламбуру Не столкнулись Самарские кони И самарское мясо На этой платформе И прям вот буквально Разъехались на электричке И я совершенно случайно Тоже это Как бы видел Вот вы говорите Все дороги ведут в Подольск ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бля, давай Сворачивайте нас Дрюк, пойдем, бля Бля Ты что устроил тут опять хуйню какую-то? Он покувыркает Вроде договорились Спортивный контент снимать О-о-о-о А мы тут суши готовим, бля ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какой красавец Премиальный набор Бирдман Голд 5 в 1 Гарантирует победу в схватке За густую и здоровую бороду В набор входит 5 топовых средств Для ухода за бородой и волосами Глубоко очищающий шампунь с биотином Кондиционер с коллагеном Чтобы волосы не путались и были мягкими Мощное масло для роста бороды с капсаицином Мезороллер с титановыми иглами Для стимуляции кровообращения Расческа ручной работы из ореха Бирдман Голд Доступен прямо сейчас по выгодной цене Порадуйтесь себя и друзей Отличным подарком Да вы и сами все знаете Она недавно, это год этому клубу Здесь вот заруба Вот организуют, недавно вообще его сделали А наверху Alex Fitness Его год назад сделали И мы туда просто залетели Я говорю, слушайте парни Мы тут для боксеров Ну-ка дайте-ка Давайте подвигаемся вместе И она говорит, ну давайте Давайте мы вам просто отдадим помещение Да, ну я там коммерческие предложения Начал говорить Я тут в городе всех знаю Я тут топ-5-10 Есть подвязки А мы ехали, думали, что ты подольский Но тем не менее Вопросы остаются Откуда ты вообще? Всего детства я жил здесь В Подольск-Климовск Да, мы в Климовске сейчас находимся Родился я в Щелково Вот Ну там у меня батя Щелково Сюда переехал в 6 лет Сюда пошел в школу И с 7 лет я плотненько засел Спорт у тебя отсюда? Да Время Есть ли причина Да, да, да В детстве В Подольском пойти Тренироваться, скажем так Особенности Как тебе? Расскажи про Подольское детство Слушай, хорошее детство Ну, бля, как надо сказать Подольск-Климовск Короче, Климовское детство У нас это раньше Климовск было Подольск присвоил к себе Климовск И теперь это микрорайон Климовский, Подольский район Вот Нормальное, обычное детство Было веселое Косячное Такое, знаешь, по себе Моя любимая игрушка была Бля, футбольный мяч Я его постоянно с собой, бля, брал на улицу Бля, бля Поехали, время Сейчас правая ручка Вот, я его брал постоянно Мы играли в козла, в футбол, бля И я у себя на районе все окна побил Каждый знал, что вот шиши вот маленькие Вот он, блядь, разбил вот это вот окно Бля, бля, просто бил В бразильской Кто у вас самый сильный в дворе был? Тогда так спрашивай Слушай, у нас, ну, точно не я Потому что я был самый младший во дворе у себя, бля Вот, а я постоянно со старшим не двигался Вот, у нас был так У меня заводская, да, условно И из каждого дома, там, по одному, по два старших У нас там компашка собиралась И я с ними так вот гонял, там, да, под их крылом Ну, прикольно было, все равно У меня никто не трогал Вообще никаких претензий не было Меня не обижали Только мне говорили Так, у нас есть малой, заряженный И все время приходилось оправдывать, да? Вот эту вот планочку Да Тяжело быть заряженным малым? Слушай, да и мне как-то привыкаешь Даже прикольно как-то поначалу было А что, когда ты ребенок, ты особо не понимаешь, что у тебя У тебя в голове ветер, тебе надо доказать, показать вот это вот, знаешь Юношеский максимализм Ты какого года получил? Сколько тебе лет? У меня 27, в 95-м году В первый класс я пошел У меня там начались, короче, в жопе шило Ой, это я Я максимально был неусидчивым ребенком Мне куда-то надо было энергию девать Вот, а у меня, то есть, по-моему, за домом Там, условно, там, 200 метров пройти У меня зал, фок А я там занимался сначала дзюдо Вот, я пошел на дзюдо Борьба сам была вот эта вот Я позанимался четыре года, мне наскучило все это А я уже где-то рассказывал, то есть, у нас дзюдо Зал дзюдо и перегородка такая И там зал бокса Я когда мелкий был, там постоянно звуки такие были, понял Удары по груши Вот эта вот цепь Нравилось? Крики, да, вот эти И там дверка такая у нас, то есть, была бы Ты мог эту дверку приоткрыть и посмотреть, что там вообще происходит И когда я в детстве, там, мне было, там, условно, лет 8 Когда я вот так вот заглядывал Я думаю, нихуя себе Че там за тюкпыли Там ринг, понял Вот, то здоровые детки начинают, короче, руками махать, лобить И я еще, ну, я не сразу такой, о, все, я бокс хочу Я постепенно, потихонечку к этому привыкал И в какой-то определенный момент Я просто решил, что хочу Назрел Да, хочу пойти на бокс Но, условно, что у меня родители Месяца 3-4 вообще не знали, что я на бокс хожу Не думали, что я до сих пор дзюдо занимаюсь Ну, нет, я уже, там, яицетряска уже такая детская была Я уже на соревнования съездил У меня родители еще не знали Ну, и какой-то прекрасный момент У меня мама, ну, здесь все друг друга знают А мама у меня с тренерами общается Она как бы знала их еще с детства Они там все кореша были И вот, по всей случайности Мой тренер встретил мою маму Говорит, о, привет, Инесс Слушай, классно, у тебя мелкий, короче Хорошо, блин, боксирует А она не понимает, что происходит В смысле боксирует? Он же дзюдо, блин, занимается В смысле, он к нам уже ходит, 5 месяцев Хорошо, значит, боксирует Что неразбитый приходит Да, ну, нет, потом все нормально Родители вошли, как бы, в понимание Да, ну, увидели, что мне это нравится, как бы, и не дали Ну, не было такого, что Вот тебе это не надо, зачем тебе Может быть, максимум был поначалу Вот этот, разбитые носы, синяки Но нет Батя сказал добро Все будет нормально Ну, и как-то пошло-поехало И вот, условно, с 10 лет Я по сегодняшний день Со всеми своими перерывами На мою молодость Гульбанки, гулянки Шизгареды, флексы Вот эти вот все, да Ну, кто понял Вот, были перерывы Ну, и все равно, бокс идет со мной Плечо к плечу Ну, тебе, то есть, нравится бить людей, получается? Это искусство Ну, нравится? Да, конечно, да Ну, это же легально Законно, легально бить людей Человек еще и получать за это некий дивиденд Четырнадцать, нахуй, чтобы никого не убить Да, Нашан? Конечно Там удар, ебнешься Ну, нормально, давайте плотненько Стальные полагинги Давайте, давайте Автозавод Можно, знаешь, что? Четыре раунда Четыре подъеха Три минуты, раунд и по минуте меняться между собой Ты хочешь три минуты? Ну, три минуты раунд, да И по каждому минуту меняешься Ну, либо давай, вот как Я за себя говорю А вас что с дичем вообще связывает? Пока он тут бинтует Нас с дичем связывает мой, вот тот товарищ, который прыгает Тот товарищ, который отвечает Вилли? Да, Виллиан, который отвечает Это мое доверенное лицо Ну, я его называю, типа, менеджером, да Как у них там Во всей этой структуре попа-мама, блядь, пулачки Вот этого вот всего просто Он у меня говорит Разговорчивый, языкастый парень А мне вот этим всеми заниматься Мне вот так впадло Я по две тренировки У меня еще плюс из таможни Сутки работы И он у меня вот решает эти вопросы И где вы там познакомились когда-то, да С Виллианом? Это умалчивает история Где мы познакомились и как Ну, вот, да, через Виллиану Зная дича, то, что у него никакой истории хорошей не бывает Значит, там какой-то мрак был Она наоборот хорошая Дич вообще тип Да, дич ты тип, да, дич А ты сам на Попа-мама не хочешь залетать? Да, скоро на проспект будем летать Да, как раз через рекомендацию Шиши попасть на проспект Да, вот, кстати, вот в этот проспект можно было Кстати, сегодня проспект, сегодня суббота Сегодня вот проспект, топ-доги И вот, если бы дич вот написал бы, глядь, недельчику, наверное, подальше бы и можно было бы его затащить Килограмм шестьдесят шесть Шестьдесят семь Что, пойдешь драться? Там как раз, вообще, там семь пар Шестьдесят девять Ну, шестьдесят девять, там, по-моему, смесье Дичь шестьдесят девять В целом, можно попробовать Ну, сейчас посмотрим Сейчас посмотрим Если Мишаня, если бы то ли желание, ну, реально, можно попросить Я думаю, там не откажут Я видел Давай, смотри, ему, по-моему, нихуя не хочется уже Да, не хочется Хочется? Почему это? Ну, потому что ты бы уже давно залетел Ты же харизматист Ну, вообще ничего нет Надо же готовиться, хорошо Нахуй выходить Нахуй, узелим Ну, и хуёво, почему, выходить Слушай, а вопрос такой Раз мы пока еще в спортивной атмосфере А почему именно топ-дог? Когда все вот Это только начиналось с них Там топ-дог Хардкор Я все это смотрел И, честно сказать, что мне это вообще, типа, не по кайфу было Я думаю, блядь, нахуй это надо, типа Не то, что кулу надо Топ-дог Топ-дог не кулу надо Именно кулаки Вот эта вот яйцетряска Я думаю, бля, нахуй надо Чтобы я туда, типа, пошел Вот это вот лицо проебывает Да, условно Ну, это, ну, жестко Но мне это нравилось смотреть И в какой-то определенный момент своей жизни Я просто, моча в голову ударил И я понял, что Ну, как-то понял, я не знаю, почему Я поймал, короче, депресс на пять дней Ну, лютый, причем После какого-то очередного Катастрофического гульбания, блядь, в своей жизни Просто на пять дней я поймал лютый Отходов Депресс, да Я просто лежал, короче, пять дней, блядь Вот так вот под одеялом, домом, блядь Мне было настолько хуёво И в этот момент я смотрел топ-дог Лучший Лучший способ От отходосов Это топ-дог Короче, я в этот момент смотрел все бои Пересмотрел топ-дог И на пятый день Мне просто Моча в голову ударяет Я просто пишу типу Говорю, блядь, хочу залететь Говорю, давай посмотрим Давай расценим Давай прикинем, что мы можем сделать из этого И все И мы начали двигаться И мы залетели в топ-дог Потому что пацаны Просто броско Со вкусом Интересно Стиль есть свой Ну, много кто знает, что такое топ-дог И много видели, что Что организация вообще делает Да Те же вообще просто простые шмотки Какие-то постеры Вот пацаны вот просто делают Да Ну, это круто Это прикольно Ну, и я могу залететь Там есть человечность Вот, ну, да Как бы не слазить Ну, ко мне лично Отнеслись очень положительно Со всей душой, да И вот Есть братское там что-то Да, помимо контрактов То, что у меня есть Ну, там есть рукопожатие Там есть братское Вот тот же регбист Порядочный Да, порядочный Тот же регбист Организационный, да Данила Слушайте Какой бы он там На камере Где-то что-то его не было Да Я к нему спокойно могу подойти Мы можем с ним поржать Под ушам, блядь Поугарать нормальный Обычный пацан Так же с другими организаторами Бойцы все ровные Нет никакого Нет и грязи вот этой Блин, ну, не знаю Вот это мое личное Я вот только чисто за топ-дог Я уже это много раз говорил Мне это по кайфу Мне понравилась Эта организация Вот своей Вот этой совокупной Да, вот как ты сказал Правильно, порядочность Дратва, помните Диму Ревизора Из выпуска Который, судя по лайкам И комментариям Вам очень зашел Ну, вот этот вот Так вот Команды Дима Вместе с Магу Из черной экономики Сняли видео Про ставки И азарт На зоне Этого вам не расскажет Никто Поэтому переходите По ссылке в описании Поддержите пацанов Лайком и комментарием Передайте привет от Шила Тогда они поймут Что видос Снова вам зашел И обратная связь Имеет место Провинция решает Пацаны Что дичь как давать В целом Все хорошо Работаем Не пью алкоголь Больше Бросил Надеюсь Не начну Так в целом Хорошо Голову сильно не засаживайся Больше в грудь Сильно не пейте голову Вот, да Корпус Корпус, корпус Отдевайте там Хорошо 10 секунд 10 секунд Терпеть, терпеть 10 секунд Хорошо, дичь Ой, хорошо Вот это Паша, отдыхай Паша Ой, наоборот Дичь, отдыхай Паша стоит Дичь, отдыхай Время, время Дичь Ты знаешь Сборная Астаны По боксу Шесть минут Эти идут Друг за другом Для смены Дичь кайфует Пока Давай, давай Поплотняй Хорошо Бля, дичь Он сильнее бил Паша, люби, брат Точнее, Саша Он как раз Устал 20 секунд Еще Еще два Печи Пошло Можно там Гогу Прям перевести Двигаемся 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 10 секунд 5 секунд Смена Паша, отдыхай Поехали Катя Оу Оу Ебать Миффи Держи, бля Держи Нахуй хорошо 20 секунд 10 секунд 10 секунд Две, одна, время, меняемся, Паша, Саня, отдыхай, еще две смены Близенья, среди, чуть-чуть подбалтывай, сильно в голову не бей, по корпусу плечи бей, терпи, терпи дичь Зачем эти легкие удары, пусть и пашутся, пашутся За счет камера включена, легкие удары Пусть по моему принципу камера мотора, работа пошла, бля Хорошо 15 секунд, парни Проводим, парни Хорошо Держим, держим 10 секунд Живот, живот приводим, живот приводим Хорошо Смена, смена Близняшки, башни собраться Хорошо Бля, вы течет долгий, а я ж собыл Вообще Другой, жилей Давай, давай, работаем, работаем Дидичь, бля Ну, громады, конечно Как будто громады Плотно, 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 плотно Паша, ну можешь, можешь, Паша Еще посильнее, ты ж хотел в топ-дог залететь Сань, ну вот здесь, печень Поотрабатывай. Два-три удары. Еще, еще. Вот, все, поплыл уже. 20 секунд. Бьем, бьем, бьем. Хорошо. 15 секунд. Терпи, терпи, Паша. Терпи, терпи. Хорошо. Хорошо. Молодец. 5 секунд. Паша, давай сделай. Хорошо. Смена. Последняя смена. Можешь, хватит. Все, вступай. Хватит. Хватит. Мишаня, концовочка. Мишаня, там плотненько. Хорошо. Дай грудничек. Нормально, Паша. Нормально. Паша, ты хорош. Мифа как змея. Да, да, да. Вот. Поехал. Еще, еще, еще. 30 секунд, парни. Последние 30 секунд. Давай, давай, еще опустай его. Грязица, болтай. Да, дичь. Вот, пошел, пошел. Хорош. Хорош. Прошла. 15 секунд. Саня. Саня, отвечай, Саня. Саня, еще, еще. Еще печка, Саня. 10 секунд, парни. Последние 10 секунд. Хорошо. Воюнь, 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 воюнь. 5, 5 секунд. Хорошо, еще. Молодец. Все, парни, блянь, красавчик. Вообще красавчик. Да, я понимаю, плотненький с паренью, блядь. Хуй, я тебе жопить. А что, блядь, блядь? Блядь. Дичья, они оба отрывались. Правую по праву. Дичья, они оба отрывались. Как с футболом? Есть какие-то пересечения? Ну, прямо вот так у глобальных таковых нету. За кого болеешь? Я за Спартак. Вот, нравится мне эта команда. Есть у меня близкий, которым я подзатянул в эту тему. В моей жизни просто футбол, это получение эмоций. Поездки на стадион, шизао, вот этот ор и крики. Мне вот это вот по кайфу. Из-за того, что всю свою молодость, да, свободное время, помимо того, что я учился, я тренировался, боксировал, ну, мне не удавалось ездить с пацанами на забивы, там, на все вот эти вот моментики. Это присутствовало в моей жизни без моего участия условно. В моей жизни чисто только вот стадион, шиза, трибуны, вот эти фаера. Ну, вы все прекрасно понимаете, когда сейчас в данное время нельзя просто так взять и вот принести фаера каким-то стробоскопом там, да, и приходится, вот эти ячишки туда все, бля, пихать, вот так вот идти ровно, бля, чтобы тебе это все не выпало. Такой футбол нам нравится. Да. Вот чисто только из-за этого, да, из-за получения эмоций. Ну, у вас здесь в Подольске какие-то пересечения локальные были, помимо, ну, вот то, что ты за Спартак гоняешь. Мы знаем то, что там в Подмосковье, во всех таких небольших городах именно, есть локальные какие-то движухи. Как раз у вас, наверное, тут Витязь играл? Вот, прям вот на этом стадионе, да, у нас бегал тут Витязь. Это был непосредственно их стадион, они тут и тренировались, и бегали там, да, матчи здесь были. А по поводу, что у нас здесь происходит с фанатами, все есть. И кони, и мясо, и бомжи, блядь, и локомотивы-паровозы. У меня вон даже есть близкие пацаны, кто с паровозами там влазит. Но отсюда, именно от Климовска, от Подосика никто не ездил. Всегда с Москвой были пацаны, там, через одного, через двух типов. И вот отсюда собиралась компашка, там, да, и вот она выезжала по Москве, и там они все вместе пересекались. Между собой не было там никаких недопониманий? Или местные между собой не дерутся? Не, не помню, не было. Может быть, я этим мало интересовался в тот момент, да. Ну, так ты, короче, спортик подписной. Да, да. Понятно. Речевки не услышать от таких. Нет, нет, я ничего вам такого серьезного и дикого не расскажу. Все поверхностно. Ну, в моей жизни просто он присутствовал чуть попозже. Мне всегда нравилось играть в футбол. Слушай, ну вот в топ-доге, там есть же парни с около футбола, бывают, залетают. Как ты думаешь, есть ли у них какое-то преимущество перед остальными в плане какого-то, блядь, заряда? Я понял, ты имеешь в виду, ну типа кулачка, она типа на улице по кулакам, они дрались, они залетают в сено. Может быть, в глубине души какой-то есть некий плюс для них, но опять же все условно там под равную двигаются. На полянах одно, да, пацаны все встретились, там у них заводящие, они построились, там условно у них есть свой план, и они в команде двигаются. Тут не командная игра. А в топ-доге, да, у тебя во-первых камера, все это по сценарию условно двигается. Ну типа сценарий такой, что пара идут друг за другом, ожидание. Когда ты туда выходишь, тебе объявляют, опять же тебя снимает камера, на тебя смотрит очень много народу, понял? У тебя есть судья, у тебя твой соперник, и у тебя условно вот этот вот круг. По-любому, сто процентов, будет некое волнение, даже у самого заядлого кулачника такого, понял, который там ездил на забилы, на все, там и получал, и раздавал, там, да, и ломали ему нос, он все это прошел. Но будет некое волнение, потому что вот эта вот вся атмосфера, она будет немного давить. Даже в моменте, ответственность, да, где-то ножки даже батеньки и будут, понял? Да и, блядь, я скажу, что если ты пацан с яйцами, да, если у тебя есть твой мужской, ты же не просто так туда пошел, ты же захотел это сделать. Ну, типа, некоторые приходят в топ-долг, если проверить себя, кто-то приходит, ну, реально что-то достичь, и из-за того, что у него есть в голове цель, он преодолевает свой страх, просто выходит сюда и делает свою задачу, свое дело. Получилось, не получилось, но все равно он же красавец, он же попробовал. А ты ради чего зашел в топ-долг? Я зашел ради того, чтобы доказать себе на свои 27 лет, после своего некого образа жизни непонятного, что я что-то могу. Я захотел в кулачные бои в топ-долг. И я понял, что вот эта вот стихия, ну, она мне, может быть, реально поможет даже в себе разобраться и выбраться из этого говна, в который я сам себя затащил в момент, не то, что я там херово жил, а вот эмоциональное говно, которое присутствует. И я подумал, что, ну, может быть, оно поможет реально. И я начал тренироваться, я начал пахать, я начал идти к своей цели, я понял, что я хочу перстень. Слава богу, слава богу, что у меня сейчас все это получается, и 5 ноября вы увидите мой бой за перстень. Да, правда, это временный титул, но тем не менее, да, это что-то значит все равно. И целый год я преодолел и шел к этому. Пока, слава богу, позволяет здоровье, потому что все прекрасно понимают, что, ну, кулачика – это травмоопасная тема. Да и не только кулачка, а просто подготовительный даже тот же процесс, когда ты пашешь по 2 тренировки в день, все возможно. И кисти ломаются, и мы боксом занимаемся, да, и спарринги все бывают жесткие. И с тем же железом у меня вот поясница, условно там, да, она у меня еще с армией. Я в армии служил в десантных войсках и сорвался спину. У меня вылетели задние жесткие вот эти 5-6 позвонок на пояснице. Я там в калечке лежал, я себя там деклофенаком сам прокалывал, чтобы вы понимали, бля, на прыжках. Чтобы у меня спина хоть выпрямилась, потому что меня не допускали до прыжков. И из-за того, что меня не допускали до прыжков, у меня не было до прыжки, мне говорили командиры, что, слушай, ну… Тебе еще рано в топ-док, да? Да нет, тебе не то, что рано в топ-док, ты, братишка, здесь не достоин служить в наших войсках. 45-я бригада ОБРСПН, это Кубинка, это элита, получается, из всех войск ВДВ. Да, десантников. То есть, я говорю, ты здесь не достоин служить, мы не знаем, что ты будешь делать, бля, нам похуй, типа, суетись. Колол деклофенак? И я, бля, да, замутил через, там, типа, знакомого своего Валера. Я прихожу, получается, в подразделение, в это, блядь, как это называется-то, в учебку. А он уже, там, полгода отслужил, и он у меня был, короче, командир отделения. Я такой, у Валера здорово, а мы с ним, бля, просто все детство, бля, по-моему, всю дорогу продвигались, бля, и в боксе, там, пробоксировали. И все, мы, я через Ниогру, Валер, замутил мне деклофенака, купи, а мы не могли никуда выйти. Он мне, там, этих шприцов, блядь, деклофенаков, нахуй, накупил. Мы уехали, блядь, в Смоленск, в этот, на допрыжку, блядь. Я там все, как делал боев, в 5 утра, бля, стоял, вкалывал сам, блядь, не только, потому что, ну, не спалили, там, по-моему, эту тему. Более-менее, у меня, как-то, эта спина, она в себя приходила, я хоть мог двигаться, а до этого вообще сидеть не мог, по-моему. У меня так стреляло, блядь, я знаю, у меня тоже были проблемы с спиной, тебе вообще в дальнейшем эта травма мешает? Я скажу честно, да, бывает такое, я всегда тренируюсь с поясом, я его натягиваю, учусь себе под поясницу, хожу на массажи, на все физиотерапии, потому что, когда идет нагрузка жесткая, да, у меня немножко она подъебывает. Плюс вот, условно, там, недавно, у меня отъебывает спина, я, блядь, не тренируюсь, по-моему, я просто не могу встать. Мой массажист уехал, я кое-как прихожу в зал, блядь, начинаю гнуться, тянуться, мне там хорошо девочка спасла, там одна, она у нас растяжку преподает, мы более-менее с ней там порастягивались, она мне хоть как-то ее чуть-чуть выпрямила, я мог ходить. А до этого я просто лежал, вставал, меня аж подстреливало, понял, хорошо, массажист приехал, меня поставил на ноги, я хоть начал тренироваться, понял, опять готовиться. У меня каждый раз перед боем, блядь, отъебывает поясница, потренировался, у меня заболела спина, я делаю, опять же, еду к массажисту, он меня ее лечит, блядь, ставит меня на ноги, и мы дальше начинаем продолжать. Ну, прыжки, да, прыгал? Да. Ну и заебись. Ну вот, сейчас будет у тебя бой за перстень, грубо говоря, это определенная цель, ну, уже пообщавшись с парнями с топ-дога, да, о нем там мечтают, это твоя какая-то определенная планка сейчас, или есть уже конкретный какой-то план, или хотелка, что дальше? Да, да, я параллельно остаюсь в топ-доге и двигаюсь в боксе, то есть выскакивать по профессионалам, побоксировать в некой организации, с которым сотрудничает топ-дог, да, чтобы не было конфликта интересов, недопониманий, так же и залетать на кулачку, даже все, что в моей жизни получится, я заберу перстень. Его все равно надо будет защищать, еще плюс по контракту, у нас по-любому там будут бои, а я такой человек, я всегда привык отвечать за свои слова и исполнять те условия, да, на которые я подписался. Если я буду жив-здоров, все будет со мной хорошо, да, я не могу просто так взять и сказать, слушайте, да, я заебался, я не хочу, давайте без меня, ну, нет, у меня потом совесть сожрет, поэтому двигаемся в кулачки, будем залетать по боксу, и какое-то определенное время я побоксирую, посмотрим, что в моей жизни пойдет. Тренерство? Ну, может быть, буду залетать там, какие-то персоналы. Или организаторство какое-нибудь. Тоже могу, тоже способен. Тот год июль, наверное. Чем он дороги-то всталет? Встал рионовый. Такой был шизгард, да, пацаны бухали, кстати, все, кто с нами находится, еще там толпа была. Мы с моим корешем отошли чуть подальше ко мне туда, до дома, своим делам пошли. Выходим, идем сюда, к пацанам, смотрим, идет тело, не знаю, то ли узбек, то ли таджик, да, и, короче, в такой полненький, у него все ебало в красном полном, весь разбитый, идет такой. Мы такие, бля, нихуя у него ебучка разбита, ну ладно, плохо. И дальше идем к пацанам. Смотрю, никого нету. Ну, что происходит вообще? Я звоню к кенту своему, говорю, вы где? Ты один остался, типа, что ли? Не, мы вдвоем шли, сюда пришли, там, да, здесь должна была, здесь толпа сидела. Мы сюда шли к пацанам, мы приходим сюда, я звоню своему кенту, говорю, а вы где вообще? И он мне говорит, ща, погоди, тихо, идите быстрее, бля, в другой двор. А двор, это вот этот, вот за этот дом. Заходишь, там еще площадочка, я такой, что за хуйня, и он трубку бросает. И мы вот так вот, вот отсюда, с моим кентом идем потихонечку, вот, к тому заборчику. И я слышу какой-то ор непонятный. И я вот так вот голову поворачиваю, и вот из-за этого угла выбегает, нахуй, стая таджиков или узбеков, нахуй, с арматуринами, бля. Их там человек, нахуй, 10-12 было. Шаг, нахуй, делаю, смотрю, типы, он там стоит, я быстренько шаг ускоряю. Я говорю, а это не к вам там, а эти типы меня увидели, бля, да, я вот так просто сделал. Там один на меня посмотрел, они сразу побежали сюда, поворачив все вместе, и они нам орут. Наш подольск. Просто нахуй, все в рассыпку. А у меня, бля, бутылка пива была, короче, безалкогольного, и нога болела. У меня, короче, с коленом, бля, проблемы были. Я такой подхрамывал, у нас все в сторону, я один с ними остался, я вот так вот на них разворачиваюсь, бля, понимаю, что я нихуя не съебусь от них. У меня эта бутылка пива падает, бля, я в ахуя. Ты вообще безоружный уже. Я не понимаю, что происходит, они, короче, с этими арматуринами, я вот так вот немножечко клумбу отбегаю, вот так вот захожу. Вот так вот они все вместе, я им говорю, тихо, нахуй, стой, бля, и мне один вот так вот въебывает просто. Арматурин, я хорошо вот так вот руку ставлю, у меня просто вот такой синяк, я не знаю, он меня не проходил, наверное, месяц, бля, там вот такая вот гематома была. И хорошо с ними был вот этот тип, который шел там с разбитым ебалом, и он нас увидел. И он нам говорит, нет, это не он. Да, ладно. А знаешь, почему у тебя ничего не произошло? Задери. Задери, у тебя щит спартанский здесь, а про татуировки мы его расскажем в другом выпуске. Хорош. И я такой, я понимаю, что так все нормально, и они такие разворачиваются, выходят из того дома, заходят вот сюда, и тут наши пацанчики уже вот так хоп-хоп набежали, и все, мы их в кольцо. Ну и все. И теперь за ними побежали, бля, такой бред просто. Здесь вот один изба. Вот, а ты говоришь, чем живет Подольск? Пойдем в бар, что? Ну тогда расскажи, чем подольский человек живет. Здесь такая, ну, как, наверное, везде. Ближе кто к Москве, да, мы провинция, как бы, да, мы область, мы не Москва, но все же мы приближенные к Москве. Население, ну, 400 тысяч. Слушай, нормальный, хороший город, да, как бы цивилизованный. Но также есть блядство, как бы, есть каста людей, которые чисто бухают, да, занимаются херней. Есть каста людей, которые спортики, тренируются, пашут, да, достигают своих целей. Также есть каста людей, но она в моменте может быть незаметна, потому что они либо уезжают, приезжают, да, тоже кочуют в Москву. Это типа мажорики там всякие, пацаны, которые добились каких-то успехов, да, заработали при бабках. Есть момент такой по поводу вот бухача, алкашества там, да, мне кажется, что это есть везде. Ну, вот мы вот в городе, в Климовске находимся, да, и мы вот сейчас были вот в пивнухе, да, вот это вот пивнуха обычно. И там вот есть вот этот, не то что сброд, есть люди, которые там просто загуливают, им прикольно там, да, и они... Постоянные посетители. Постоянные, постоянные клиенты, постоянные посетители, ну, побольше, всю большую часть своей жизни, мне кажется, они ее прожигают там. Они, может быть, где-то на заводе, там свою смену отпашу, там заработают свои 20 тысяч рублей. Ну, я сейчас так пивка попью с пацанами, со своими, и вот они колдарил, приходят, начинают там бухать. И ты сам где вообще работаешь? У меня работа госструктура таможена, вот, работаю в аэропорту в Домодедово, старший лейтенант таможенной службы. Добрый вечер. Вот так вот? Да. Ты на досмотре или что? Да, у меня таможенный досмотр. Ну, были какие-нибудь приколы? Что-нибудь провозили такое, прям суперлютое, видел? Я-то потому что для меня это, аэропорт, это просто пиздец, ну, типа, что-то там из серии Балаху, если у тебя на башке есть, просветит и увидит. Ну, там есть, да. Были какие-нибудь приколисты там? Приколов. Бля, вот я лично не видел. Кто-нибудь в жопе что-нибудь провозил? Я не видел лично, но много там историй было рассказывать. Да, Герыч привозили, бля. Но их уже не сотрудники таможни, а уже вот эти сабы, понял, впалили. Потому что, ну, у нас же нету рентгеновского зрения. А вот, когда ты проходишь, и в эту колбу встаешь, он у тебя вот так вот крутит полностью, он у тебя рентген с тебя снимает. И там, бля, в кишечном тракте у него вот такие вот сверточки, понял? Так, что за хуйня ты гонишь, бля, что-то такое, бля. А он какой-то непонятный тип, молодой, вообще ему там, что-то условно было лет 16, ты представляешь? И, ну, его там уже вызвали нас с таможенников, вызвали полицию. Вот, отвели его в досмотровку, короче. Ну и давай там, высирайся, доставай, бля, он там доставал. Была тема такая лютая. Эти эмбрионы детские, понял, провозили. Да, в смысле? Зародыши каких-то провозили, бля, очень давно было, мне тоже это рассказывали. Я могу конкретно не вспомнить, но я помню, что вот эти эмбрионы, какие-то детские зародыши. Зародыши вывозились из страны, да? Да. Вот я за этим и спросил, потому что сразу видно, работа специфическая. Да. Ну, хватает все тренироваться вообще время? Вот, я вот хотел вот этот вот моментик. В моем деле тяжеловато, и, конечно, я уже привык, но все равно. Сторона начальства, сторона вот сотрудников, да, ну, не особо она склонна к тому, чтобы я этим занимался, потому что мне приходится много отпрашиваться. После той депрессухи ты посмотрел Топ-Дог. Топ-Дог, да. В подзале лип на несколько дней. Было такое дело, да. Сразу у меня вот это вот все во мне загурлило, замешало там. Я написал типу знакомому, говорю, слушай, так, так, хочу залететь, давай подумаем, как это сделать. Он вспомнил, что у него есть кореш, которого он там когда-то тренировал. У него есть кореш, который этим всем занимается. Мы встретились, состыковались, поехали на одни спарринги, просмотр сделали некий такой, побоксировали, встряхнулись. Вроде нормально все. Потом мы после вторых спаррингов как раз-таки залетели в зал Топ-Дога. Поехали вот именно туда, к ним на спарринги. У них там проводится по субботам, в 15.00 всегда спарринги. Там ведет спарринги Денис Потехин, вот, к которому я как раз-таки залетел. Он менеджер, у них No Name Promotions называется. Все, мы там договорились, обсудили все моментики. После спарринга, ну, то есть, он заинтересовался, я ему понравился, и мы начали двигаться. И на протяжении, наверное, условно месяца, весь октябрь я ездил на эти спарринги по субботам постоянно. Мы боксировали, показывались. И тут такая тема, говорят, слушайте, сейчас в конце месяца будет открытый ринг. Шиши, говорит, давай. А, он говорит, у тебя, говорит, погоняло шиши будет. Вау. А потому что у меня все шиши, 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 шиши. И он это услышал, говорит, о, в натуре все, шиши. И какой там зловещий мустанг, блядь, или какой-нибудь тигр войны. Это просто шиша. Не, ну кому как по кайфу, мне вообще вот эти вот длинные погоняло вообще не в кайф. Вот есть вот шиши, с детства мое, понял? Как бы уже привычно. Короче, 31 октября 2021 года они проводили в зале Топ-Док открытый ринг. Выиграл там неплохо, подрался. В конце, там, где-то секунд за пять я выкидываю на моральный влюх. Мне так тяжело было, короче, пиздец. Я вообще там с конем, с таким длинным еще, блядь, подрался. Я ему просто выкидываю влево и сбоку. Короче, приседает на жопу. Там вау, вау, вот это вот крики, оры, вот это вот круто, классно. Короче, мне там дали какую-то номинацию. Мне сказали, все, красава. Началась уже другая дорожка, уже чуть повыше. Блядь, опять начали мы двигаться, тренироваться. На спарринг ездить, и тут проспект. Всем известный первый проспект. Они организовали, сделали вот это вот новое новшество. Это вот прям под кулачку там все, вот этот притуманенный свет, все в черноте. Вот в этом, по-моему, у них ковры там черные, все в черные, блядь. Вот эти вот лампы, прожектора, камеры, блядь. Трансляция была уже, да? Трансляция, по-моему, не было трансляции. По-моему, просто они снимали на запись. Все, и вот это вот, понимаешь, штаны, кроссовки, голый торс, вот эти шенгарды. Для меня это немножко в новшество было, потому что я давно, от всего этого давно отошел. И это очень тяжело было в моменте. Я там, что-то такое, блядь, наволнение, но все же, будет нормально. Прям вышел, и нормальный джаз там показал, хорошо подрался, опять же, зарекомендовал себе. Сказали, все, двигаемся. И после этого проспекта проходит три месяца, и менеджер мне пишет. У тебя 5 февраля бой по кулакам, дебют, Казань. И я такой, еб твою, блядь. Все, и у меня вот здесь вот, короче, как забурлила какая-то, знаешь, я от всего нахер отказался в своей жизни. Просто сразу и пошел в зал, ну не то, что я ходил в зал, но тут началась еще глобальная, прям вот жесткая подготовка. Началась прям такая глобальная жесткая подготовка, прям под кулаки, мы прям с теплом нормально засаживали. Прям по две тренировочки старался делать. Какой у тебя вообще самый запоминающийся бой? Как ты считаешь, вообще не касается топ-дога вообще в жизни? 2009 год, Центральный Федеральный Округ, город Калуга. По нашим меркам тогда это хорошее престижное соревнование, и первые номера попадали на выход, на первенство России. В Калуге я провел четыре боя, и все выиграл друг за другом. То есть первый день я отдыхал, да, под жеребьевки, и вот сразу четыре боя подряд. С каждым боем я прибавлял, прибавлял, и каждый бой для меня запомнился. Наверное, я отмечу свой самый первый бой, это 2007 год, город Подольск. Родители вообще не знали, я поехал просто, ну, дикарем, условно, с тренером взвеситься. Вот это для меня в новинку, я просто вышел, на меня надели шлем, и я вышел вот этот, я даже сейчас, как помню, понял, у меня сейчас флэшбэки вот играют от моего первого боя. Я даже помню эту грамоту, заныкал, нахуй, с медалью, понял, убрал, никто ее не видел. Настоящие герои прячут свои достижения. Как ты думаешь, вообще спорт, в целом, вот у тебя такая специфическая работа, в принципе, как-то помогает тебе в стрессоустойчивости, в какой-то... Как ты справляешься со стрессом? Слушай, ты как мой, бля, я наоборот, мне кажется, я еще нервнее стал с этой работой. Вот я тебе говорю, работа сложная, а спорт, как ты думаешь, тебе помогает? Ну, спорт помогает. Да, я как раз-таки увидел за собой, отметил, что чем больше ты тренируешься и готовишься, и у тебя есть какие-то иные цели в голове, тем, да, ты становишься спокойнее, и ты забиваешь на какие-то посторонние некие проблемы, за которые я мог зацепиться тогда, когда я не тренировался. А на работе их очень много. Это спортивная команда. Мэтт Саус, Безумный Юг. А хозяева сейчас закрасят вам завтра эти ваши вещи. А зачем это все красить, закрашивать? Так бетон-то некрасивый. Вы красивые нарисовали? Сейчас будет красиво. Это Безумный Юг. Ну, мы же на юге Москвы находимся. И мы Мэтт. И мы Мэтт, да, мы же безумцы, там, долбоебы. Я, впрочем, тоже с юга. Да, он с юга. Ну, Безумный долбоеб с юга. Миш, короче, ты помимо того, что Безумный долбоеб с юга, ты скажи, пожалуйста, чем ты можешь удивить на Топ-Доге? Потому что мы хотим помочь тебе. Тебя уже ждут. Да, тебя уже ждут. Мы тебя рекламируем. Вот и рисовать он может. Скажи, кого ты отпиндишь? Я не могу так говорить. О! Уже взрослый стал по словам следить. Конечно. Это чистый пресс-купиенция. Видимо, в чем вы будете удивлять? Бля, ну так поебал, еще никто не получал. Я вам покажу, как надо. Но к транспекту мы готовимся. Мы из-за чего готовимся. Что ценишь в людях? Риторический вопрос напоследок. Доброту. Порядочность. Человечески относиться к неким моментам, к вещам, бля, которые тебя окружают. В нашем мире очень много склонностей к тому, чтобы ты стал непорядочным. И тебя может даже те же простые бабки там, да, условно, подломить так, что ты в говне сам будешь и в говно затащишь всех своих друзей там, да, в свою семью условно. Ну, просто из-за каких-то мелочей. Ну, еще есть одно качество нелицемерия. Есть люди, которые тебе в глаза, бля, ты красава, ты лучший, бля. Вот, вот. Он сейчас такой, пацаны, пацаны. А сейчас за углом. Он заедет и скажет, пидорасы ебаные заебают, порисовали. Лучше бы пиво купили на эти баллоны, ебаные, это, твою мать, стоит 400 рублей. Заебалка, да, типа того. Надо быть, а не казаться. 5 ноября в Вегас у меня главный бой за временное чемпионство. Поэтому шиши здесь, шиши на связи всегда. 70 килограмм, я наведу здесь шорху, нахуй. А вот и победитель из прошлого розыгрыша от Бирдман. Приз летит к тебе, братишка, освежись с нами. Напиши мне или Роману. Напиши в наши соцсети, добавься. Ведь это не просто так. А теперь мы разыграем нихуя себе за вашу активность. Ребята, вы лучше такой активности, в такое хуёвое время мы от вас не ожидали. Вы красавцы. Поэтому Бирдман дарит вам набор голд, о котором я говорил чуть-чуть поранее. Оставить комментарий, быть подписанным на дух провинции. Можно оставлять комментарий хоть миллион. Главное, укажите, что вы хотите пиздатый набор голда от Бирдман. Парня, мы стоп-док. Огромный респект, что пригласили. Сегодня болеем за шишу. Я тебе должен был сделать еще это с трех лет назад. Парня, мы стоп-док. Парня, мы стоп-док. Парня, мы стоп-док. Мы стоп-док. Парня, мы стоп-док. Парня, мы стоп-док. Лед дашь что-то для пологода? Дергай, дергай! Дергай, дергай сразу, дергай его! Соколи, соколи! Отлично! Дерег разводится! Держи, держи! Держи, держи! Держи, держи, держи! Разводится сам! Что там разводится? Дергай! Держи, держи, держи! Насводим право! Левый двор, правый насводим! На правый насводим бей! Правый насводим бей! Вы бей правый! ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Бега! Сила! Соберись! Где удар? Бей, Сах! Сам бей! Бей, Сах! Руки вовнутрь, бей в ухо! Бей, бей, бей! Работать надо! Дергай, бей, дергай! Не надо ждать! Бей! Бей опять! И бей! Бей и ставь! Бей! Удар на удар! Бей! Бей! Удар на удар! Бей! Удар на удар! Бей! Бей! Ставь, Женя! Бей! Ставь, Ставь, Ставь! Бей! Дальше бей! Блядь! Бей! 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 Блядь бей! За скачкой бей! За скачки бей! Бей! За скачки сейчас просто, за скачки бей! Разверни, бей! Идёшь! Качки, идёшь, идёшь! Пошли на! Бей! Ой! Юра! 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 Смирка мая! За титул временного чемпиона в 70 килограммах победу содержит Исай! Короче, что, дерьмо, получается, бля, по-любому. Но все равно, как я и сказал, мы вернемся сильнее. Отличный выпуск вышел зато. Да, спасибо. Спасибо, парни. Субтитры подогнал «Симон»!